Пригожин хотел показать Шойгу и Герасимову, как надо воевать. Конечно, хотел показать Путину. Смотрите, эти недоумки два, они воевать не умеют. Их генералы тупые, Лапин и так далее, воевать не умеют. А мы сейчас, я сейчас наберу зэков, я сейчас наберу специалистов, и мы покажем, как надо, на примере Бахмута. Вот почему они так бились с октября за Бахмут, который они не могут взять. Но генералы тоже не дремали, генералы тоже имеют большие деньги, большое влияние. И мы имеем сегодня важнейшее событие, перегруппировку, полную перегруппировку сил на российско-украинском фронте. Я не знаю, что произошло с Путиным, кто ему объяснил то, что нужно это сделать, но Путин вдруг отодвинул Пригожина, который не справился с Бахмутом. Он его отодвинул. Мне говорили о том, что вот вчера Путин был в Уфе на похоронах бывшего президента Башкортостана Муртазы Рахимова. И из Уфы он полетел в Питер, куда прилетел и Пригожин. И якобы они вчера там общались. Информация требует проверки. Я не ручаюсь за подлинность ее. Но мы видим факт. Путин отодвинул Пригожина. Мало того, средства массовой информации России получили указание прекратить упоминать Пригожина и ЧВК «Вагнер», прославлять всячески армию Шойгу и Герасимова. Это говорит о том, что на направлении российско-украинской войны произошли очень серьезные изменения. Идем дальше. Что делает Путин? Он назначает командующим всего украинского фронта, российско-украинского фронта, начальника генерального штаба вооруженных сил Российской Федерации, генерала армии Герасимова. А его заместителями ряд генералов, соответственно, и того же Суровикина, который стоит на донецком направлении. Что это означает? Вот сейчас внимание. Здесь есть несколько важных моментов. Первое. Всегда важны аналогии. И всегда очень, я говорю, важно, всегда очень важно знать историю. Я неплохо знаю историю Второй мировой войны. Очень даже неплохо. Я изучал не просто какие-то учебники, я не верю учебникам. Я изучал мемуары, которые писали советские маршалы и военачальники. Я изучал мемуары, которые писали американские, английские, британские военачальники. В мемуарах, даже прилизанных советской цензурой, всегда были вещи, которые читались между строк. Особенно интересно было сопоставлять всегда, что об одном событии пишут разные люди. А поскольку советская цензура тоже была нежелезная и давала сбои, то правда прорывалась. Известен факт, как маршал Жуков написал шеститомник у него «Воспоминания и размышления», по-моему, называется. Я не помню сейчас точно мемуары. Шесть томов. Они у меня есть. И он их собирался издать. Ему вносили правки, правки, правки. Это при Брежневе уже было, при раннем Брежневе. И в конце концов Жукову говорят, ну, товарищ Жуков, вы же понимаете, надо показать роль Леонида Ильича Брежнева во Великой Отечественной войне. Жуков сказал, слушайте, вы меня извините, но я был маршалом, командовал фронтами, а Брежнев был начальником политотдела 62-й армии, которая где-то сражалась там на Малой земле. Я не мог с ним пересекаться, я не мог с ним общаться, он не мог попасть бы ко мне даже. Он сказал, не, ну, товарищ Жуков, ну, хотите, чтобы мемуары вышли, решайте вопрос. Жуков отказался. Прошло время, мемуары не доходили до читателей. В конце концов он написал, что, находясь где-то в Новороссийске, заехал в 62-ю армию посоветоваться с начальником политотдела Леонидом Ильичом Брежневым. Написал это Жуков и сказал два исторических слова. Он сказал, умный поймет. Ну, конечно, все умные поняли. Тем не менее, о чем я говорю, если внимательно читать мемуары Маршалов, Жукова, Василевского, Конева, Говорова, Мерецкого, Баграмяна, Москаленко, Батицкого. Если читать мемуары генералов армии Батова и так далее, людей, которые знали, что происходило, вырисовывается очень интересная картина. И к чему я подвожу? Я подвожу к тому, что в самые трудные, в самые тяжелые моменты для советской армии Сталин отправлял командовать частями и соединениями, фронтами маршала Жукова. В самое трудное время Жуков ехал туда, где было трудно. То ли это была битва под Москвой, то ли это была облакада Ленинграда, он ездил и в Москву, и в Ленинград, то ли это были изматывающие бои там на других направлениях Жуков. Это был главный его резерв. Жуков был заместителем начальника генерального штаба. Начальником генерального штаба был генерал армии Антонов. Антонов, по-моему, Алексей Иннокентьевич. Его звали, как все писали, блестящий военачальник, мнению которого Сталин всегда очень прислушивался. Антонов никогда не командовал фронтами, он сидел с картами, шуршал картами. Но маршал Васильевский, например, он был всегда при Антонове, он был рядом, и он занимался штабной работой, но и войсковой работой. Так вот, то, что сейчас Путин двинул командовать российско-украинским фронтом, начальника генштаба целого вооруженных сил России, генерала армии Герасимова, сродни тому, что Сталин отправлял в самое тяжелое время командовать фронтами и направлениями маршала Жукова. О чем это говорит? Это говорит о нескольких вещах, и вот здесь мы можем порассуждать вслух. Первое. У русских плохая ситуация. И Путин, видимо, доверяет Герасимову, потому что больше, в принципе, там доверять некому. Все уже себя показали. Лично Герасимов еще не руководил ничем, кроме кабинетной тиши, карты, лампы, свет приглушенный. Вот это да, но на фронте он еще не был, как руководитель компании. Поэтому Путин ему, видимо, доверяет последнему, из кого он может доверять. Второе. Путин понимает огромную важность того, что сейчас происходит и возлагает на Герасимова персональную ответственность за события на Российско-Украинском фронте. Это первое. Второе. Это может означать то, что военные в споре с частной военной компанией Пригожина, с Пригожинами, с Кадыровым, одержали на сегодняшний день убедительную победу. Пригожин с Кадыровым не справились, и поэтому военные берут все в свои руки. Кроме того, Путин мог почувствовать тайную угрозу, исходящую от союза Пригожина и Кадырова. Потому что частные армии, которые имеют Кадыров и Пригожин, они могут очень пригодиться им не так на фронте, как в Москве во время решающей схватки за власть. Потому что схватка за власть в России все равно будет, она неминуема. И победить может тот, у кого в распоряжении есть частная армия. Люди, которые пойдут на любой убой, если прикажут старшие. Чего не скажешь об армии действующей. Мы знаем, опять-таки, из истории, что когда армии приказывали участвовать в событиях, даже группе Альфа легендарной, участвовать в событиях штурма Белого дома дважды, армия отказывалась. И в 1991 году, когда был путь с ГКЧП, и в 1994 году, сейчас, в 1993 году, когда Ельцин разогнал парламент. Поэтому Путин может понимать, что Пригожин и Кадыров являются угрозой для него лично. Потому что им ничего не стоит, имея такие армии под рукой, скинуть Путина, в конце концов. А зачем он им нужен, если они сами такие крутые? И я думаю, что кто-то из армейских ему это объяснил. В результате мы видим, что армейское начальство, армейские генералы начисто победили сегодня Пригожина и Кадырова.